Всем привет! В этом видео я затрону очень-очень важную тему, которая волнует абсолютно каждого. Все зрители, которые сейчас меня смотрят, с этим сталкивались. Все сливали депозит. Абсолютно все. Никто не умеет сохранять деньги. 80%, да какие 80%, наверное 90% из вас не умеют сохранять деньги. На рынке заработать легко. Очень легко заработать. Нереально легко. Зарабатывать очень просто. Но сохранить деньги очень-очень тяжело. Итак, я вам расскажу о том, как не сливать свой депозит. Какими правилами пользуюсь я. Посмотрев это видео, если вы будете всего придерживаться, вы никогда не сольетесь. Никогда я вам даю 100% гарантию. Но перед тем, как я начну, я хотел бы обсудить парочку вопросов, которые вы мне задаете в комментарии. По поводу денег. Деньги любят тишину. Я вот безумно не люблю это высказывание. Это не про меня. Деньги любят тишину в том случае, если вы занимаетесь каким-то мошенничеством. Если вы что-то скрываете, тогда вы втихаря делаете деньги. Вот тогда, да, деньги любят тишину. Сейчас 21 век. И важна открытость и честность. Я за такой подход к делу. Да, если ты работаешь втихаря, можно заработать очень много денег. Я и сам бы мог торговать втихаря, ни о чем никому не рассказывать и зарабатывать деньги. Но если ты медийная личность, можно заработать в 100 раз больше. Я могу теперь зарабатывать на консультации. Если бы я втихаря сидел, торговал, я бы не мог 200 баксов в час зарабатывать. Понимаете, о чем я? Меня бы тогда никто не знал. Вот почему я этим занимаюсь. И вот сейчас меня не нужно сравнивать с Няшиным. В чем его была проблема? В том, что он показывает деньги. Вот так вот вы примитивно смотрите на вещи. Проблема была в том, что когда он зарабатывает много денег, он не позаботился о своей безопасности. Вот в чем была проблема. У него не было достаточно опыта и знаний. Люди, которые быстро богатеют, которым на голову сваливается миллион, они не знают потом, что с ним делать. У них нету знаний. И они потом быстро теряют эти деньги. Но когда они потеряли деньги, это еще полбеды. Потом у них начинается паника. Они не знают, что с этим делать. У них просто сносит крышу. И они заканчивают жизнь самоубийством. Таких примеров в истории, блин, полно. Люди, которые в лотереи выигрывают миллионы, тратят потом все. Потом возвращаются к своему прежнему уровню жизни. Но они уже не могут жить такой жизнью. Они уже попробовали, как жить по-богатому. Все. У них срывает башню. И они совершают суицид. Я очень много шел к этому, чтобы так зарабатывать. Я был на самом дне. Я был в такой жопе, что вы себе и представить не можете, когда зарабатывал по 30 баксов в месяц. Но я сумел выбраться. И я знаю, как это, когда у тебя нету денег. Я читал книги, я учился, развивался. И безумно верил в свою мечту. И тут в комментариях я встречаю такой вопрос. А что будет, если тебя ограбят? Открою вам один секрет. Ограбить могут каждого. Вас могут ограбить. Да всех могут ограбить. Могут ограбить известных блогеров. Там Соболева. Кто у нас там? Шапика, Мартыненко, Амирана. Их всех могут ограбить. И если они не показывают деньги в видео, это же не значит, что у них нету этих денег. Вы знаете, что у трансформатора миллионы. Он миллионер долларовый. У него тоже много денег. Их всех народ могут ограбить. И что, тогда не заниматься вообще этим делом? Но если я показываю деньги на камеру в своей квартире, это же не значит, что я храню их в этой квартире. Ну неужели вы думаете, что я настолько глуп, что не додумался позаботиться о своей безопасности? Если я беру свою банковскую карту, показываю вам ее с обеих сторон, кручу-верчу, вы можете посмотреть все данные. Ну неужели вы думаете, что вы сможете у меня забрать деньги? Ну я настолько тупой, чтобы показывать вам карту. А может эта карта заблокирована? Если я показываю вам пин-код. Вы думаете, это верный пин-код? Ну люди, ну такую чушь вы несете. Ну вы думаете, я настолько тупой, что возьму вам, покажу карту и покажу пин-код. И покажу это все в видео. Самый главный совет вам, чтобы не потерять деньги все в один миг. Не кладите яйца в одну корзину. Люди еще задают вопрос, а что будет, если ты потеряешь вдруг все деньги? Что будет, если закроют YouTube? Ну такую чушь несут. Да, что будет, если закроют YouTube, закроют интернет, обвалится рынок криптовалют. Если метеориты упадут на все мои квартиры, или они сгорят в пожаре. Или у меня украдут всю наличку. Что тогда будет? Вот давайте представьте, что тогда будет. Давайте представим. Да, например, я потеряю все деньги. Люди спрашивают, страшно ли мне это? Конечно же страшно. Но я уже был в той жопе. Я уже был в той ситуации, когда у меня не было денег. И знаете, что у меня есть самое главное? Куда я инвестировал? В золото, в крипту. Куда? Вот сюда. Я инвестировал в голову. Потому что если я всего лишусь, ум у меня никто не заберет. У меня здесь только идей, блин, на миллионы. Их я смогу реализовать и вернуть все деньги. Еще раз хочу вам напомнить цитату Генри Форда, который сказал. Вы можете забрать у меня все. Мои миллионы, мои миллионы, мои заводы, мои машины, мою недвижимость. Все. Но ум вы у меня забрать не сможете. Пройдет два года, и я это все восстановлю. Вот куда нужно инвестировать. Читайте, развивайтесь. И этого у вас никто не отнимет. Меня очень бесят вот эти вот заезженные фразочки советские, которые нам втирали всю жизнь. И люди даже их не обдумывали. Умный учится на чужих ошибках, а тупой учится на своих ошибках. Да чушь это все. Кто написал эту цитату, он реально был, блин, тупой. Потому что учится только на своих ошибках. Запомните это. Чем больше вы совершаете ошибок, тем лучше. Но никогда не нужно повторять одну ошибку дважды. Потому что человек, который учится на чужих ошибках, он никогда ни хрена ничему не научится. Поверьте мне. У него будет просто наблюдение. Он будет просто наблюдать. У него не будет опыта. А человек, который через все это прошел, он всю прохавал жизнь. У него есть бесценный опыт. И он уже знает, как вести себя в той или иной ситуации. Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Да херня все это. Это неправильно. Относись к людям так, как они хотят, чтобы к ним относились. Вот правильно. Еще раз напомню вам цитату Карнеги. Я люблю мороженое со сливками. Но если я иду на рыбалку, я с собой беру червей. Вот и все. Так что, народ, меняйте мышление. Включайте голову. Читайте книги. Будьте собой. Будьте человеком. Будьте честны. И все у вас получится. Так, теперь переходим к теме видео. Как не сливать деньги? Почему я не сливаюсь? Как не терять депозит? Все очень просто. Ну вот настолько просто, что вы даже себе представить не можете. Все очень просто звучит. Звучит только все очень просто. А на деле, блин, все это очень-очень тяжело. И этого почему-то никто вообще не делает. Даже я этого не придерживаюсь. У людей нет дисциплины. Чтобы никогда не сливать депозит, запомните, вам нужно ставить лимиты. Либо на сделки, либо на деньги. То есть тысяча рублей плюс вы уходите с рынка при любой ситуации. Блин, при любой. Просто взяли и ушли. И две тысячи минус. Тоже встали и ушли. Это очень просто звучит. Но на деле почему-то этого никто не делает. Ну согласитесь, это же так просто. Поставьте себе лимит. Две сделки в плюс и ушли с рынка. И вы вообще не торгуете в этот день. Или три сделки в минус. И вы тоже уходите и вообще не торгуете в этот день. Вот и все. У меня стоит лимит по сделкам. Мне писали в личку очень много человек, которые говорят, блин, как легко торговать. Блин, ты просто бог. Я беру 100 долларов, я сделал с них уже тысячу. Мне друзья звонили, которые торговали, говорят, блин, вот почему ты миллионер. Да как все просто. Берешь 100 долларов, делай с них тысячу. Как просто торговать. Я прихожу, говорит, домой. Включаю комп. Делаю три сделочки. Плюс ушел. Пришел опять на следующий день. Три сделочки в плюс. Ушел. Все правильно ты говоришь. Как же все классно. Но знаете, что они потом делают? У них депозит уже тысячу долларов. А начинали они со ста. Они потом говорят, я потом прихожу и делаю две сделки в минус. И что вы думаете? Они не уходят с рынка. Они продолжают сидеть. Делают третью минус, четвертую. Можно тоже уйти. У них уже депозит, например, 300 баксов. Они еще в плюсе, представляете? Но они идут до конца и все сливают. Жадность и эмоции их губят. И что здесь важно? Стратегия, умение торговать. Да ни хрена это не важно. Стратегия и умение торговать это все на втором месте. Важны эмоции. Потому что любой школьник, который садится за комп, включая демо счет, может сделать миллион. Вот скажите, у него что? Супер крутые знания? Он что, мега аналитик? Он весь технический анализ выучил, что он смог сделать миллион? Нет. Торговать все просто. Потому что идут тенденции, идут определенные ситуации, по которым все можно логически понимать. И легко можно зарабатывать. Но сохранить деньги никто не может. Потом переходят на реальный счет, все. Руки потеют, переживают, потому что это ваши деньги. Так что запомните, вам нужно ставить лимиты. Либо по деньгам, либо по сделкам. У меня стоят лимиты по сделкам. У меня две сделки в день и все. Если они в плюс, две серии классных в плюс, я ухожу с рынка. Я не насилую рынок. Если нету ситуации, я не торгую. Я никогда не торгую, если ничего я не могу найти. Знаете, что вам еще нужно сделать? Возьмите, торгуйте по определенной фигуре. Возьмите фигуру, например, треугольник или голова плечи. И торгуйте только по этой фигуре. Это очень просто сделать. Выделяйте себе два часа, садитесь. И ищите фигуру голова плечи. Если вы ее находите, вы только тогда заключайте сделку. И все. Четкое правило. Пропишите, я торгую только по фигуре голова плечи. Второе правило. Я торгую только два часа. Если я за два часа ничего не нахожу, я ухожу с рынка. Это же так просто. Ну пожалуйста, придерживайтесь всего И третье правило Если у меня два плюса, я ухожу с рынка Я не сижу, если я эти два плюса сделал за полчаса Я не сижу, следующие полтора часа Я ухожу Три, блин, правила и все Если у меня минус три сделки или минус, например, две тысячи Я тоже ухожу Все, это же так просто Дальше заводите себе блокнот и записывайте все сделки Вам нужно продержаться так месяц А лучше три месяца Каждый день продержитесь так три месяца Вы будете, блин, миллиарды делать Миллионы, поверьте, блин, мне Но так из вас никто почему-то не делает Никто из вас, кто меня смотрит, так почему-то не делает И потом, когда вы будете смотреть блокнот своих сделок Как вы заключали сделки Вы будете смотреть, что в долгую Вы всегда будете в плюсе Вы всегда будете зарабатывать Это будет даже вас мотивировать Если какой-то у вас произошел неудачный день Вы посмотрели, пролистали предыдущую неделю Ага, там все нормально, я в плюсе Этот день вас не должен выбивать из колеи Вы не должны садиться и сливать весь депозит Все, нужно отвлечься, уйти Я понимаю, это очень тяжело Это нереально тяжело Хочется отбить Это чувство вам не дает покоя Я через все это проходил Но нужно встать, собраться и уйти Нужно просто заняться другим делом Как говорил Корнеги Лучшее лекарство от беспокойства Это чем-то заняться Занимайтесь другим делом И вы быстро отвлечетесь Вот и все Вот секрет Вот формула успеха Пожалуйста, придержитесь ее Напишите мне результат, блин, через три месяца Кто так из вас сможет сделать? Я уверен, что так один процент только сможет Только один процент Я даже сам этого не могу придержаться Потому что, когда есть, например, определенная ситуация Но я уже более про Я могу себе такое позволить Идет, например, консолидация Идет боковик Шикарный скальпинг Я там работаю до тех пор Пока я эту ситуацию не выжму на полную Понимаете? Я заключаю сначала большие, крупные сделки По 30 тысяч Потом по 20 Потом по 10 тысяч И потом, когда я уже вижу, что коридор уже все теряется Я еще торгую Но когда уже случается пробой Все, я уже ухожу с рынка Я всю ситуацию выжимаю Я никогда не увеличиваю сделки Я ставлю всегда определенную сумму Начиная с больших, заканчивая маленькими И потом, если у меня там в конце два уже минуса Все, я понимаю, с рынка нужно уходить Я эту ситуацию выжил на полную Лучше заработать немного Лучше торговать всегда качественно Но быть всегда, блин, в плюсе Что лучше? Зачем гнаться за прибылью? Что лучше? Синица в руке или журавль в небе? Конечно же, синица в руке Лучше чуть-чуть И потом уйти И потом еще раз чуть-чуть Но в итоге за целый месяц У вас будет огромная сумма Вот мое золотое правило Поставьте барьеры Поставьте ограничения Чтобы эмоции на вас не влияли Чтобы жадность на вас не влияла И все, и вы будете зарабатывать И параллельно с этим Подтягивайте свои знания В техническом анализе Читайте там форумы Читайте книги И все И будет, блин, вам счастье, народ У меня уже об этой теме было видео Вот здесь вот в подсказках Или там, я не знаю где Я оставлю вам это видео Так что переходите Обязательно его посмотрите Посмотрите вот это видео И верхнее видео Обязательно два видео посмотрите И вам нужно этого всего придерживаться Вот и все Давайте еще раз подведем итоги Первое, вам нужно торговать строго по определенной фигуре Просто так не торгую Только по фигуре Я знаю все фигуры Я торгую по всем фигурам Вы начинаете с одной из двух Второе, вам нужно выставить лимиты На количество сделок На количество времени На количество денег Как плюс, так и минус Потеряли, ушли Выиграли, ушли Все Все И точка Вы должны встать и уйти Что бы ни случилось И третье Заводите блокнот И продержитесь так Хотя бы три месяца И все И будет вам счастье И отпишитесь мне потом Как у вас дела Итак, полезная информация Конечно же полезная Простая Конечно же она простая Вся фишка в простоте Это я уже давно понял Кто хочет научиться торговать по фигурам Добро пожаловать в мою бесплатную закрытую группу Первая ссылка в описании Там я торгую чисто по фигурам Там я даю сигналы Чисто по техническому анализу И все вам объясняю В основном мы там торгуем по треугольнику Очень часто Последнее время У нас сигналы идут по треугольнику Изучите эту фигуру Треугольник Чаша Голова и плечи Бычий флаг Медвежий флаг Все это, блин, изучите Потому что это самые жесткие фигуры разворота Которые работают просто на ура Так что подписывайтесь на канал Потому что это огромная для меня мотивация Выпускать для вас новые видео Вот сейчас зайдите и подпишитесь И поставьте этому видео обязательно лайки Потому что реально инфа полезная Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать новые серии Подписывайтесь в инстаграм, телеграм Все ссылки в описании Всем огромное спасибо за поддержку За просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok